МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на восьмом, а значит, в ближайшие полчаса все об основных событиях из жизни Владивостока. С вами я, Анна Бережная. И вот что произошло в нашем городе к этому часу. Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран СВА проходит во Владивостоке. Электронными визами могут воспользоваться граждане 18 стран, в том числе Японии и Китая. Граждане Монголии и Республики Кореи могут посещать Россию без визы. Глава региона обсудил работу приморских пекарен и попробовал себя в роли хлебопека. Таким предприятием, социально значимым предприятием, которое занимается выпечкой основного продукта, который потребляют все жители, здесь, конечно, нужна помощь и поддержка. Рок Владивосток. Московская группа «Нота Сингл Брейк» выступила в столице Приморья. У нас в Москве люди больше слушают рэп, а в Владивостоке все-таки как-то еще сохранилось такое желание слушать рок-музыку. Также в выпуске обследование технического состояния Рудневского моста провели во Владивостоке. И еще расскажем, морской музей может появиться в Приморье. Но об этом немного позже. Сейчас о главном. Крупный пожар произошел во Владивостоке. Склад стройматериалов загорелся в районе Китай-города на улице Веселковой в понедельник вечером. В 18.20 в пожарно-спасательную службу города Владивостока поступило сообщение о возгорании складских помещений. Спустя шесть минут к месту происшествия прибыли первые расчеты огнеборцев. Изначально площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Однако за два часа значительно увеличилась и достигла 1000 квадратных метров. От торгового центра эти складские помещения стоят достаточно далеко. Пожарные пытались отстоять от огня соседние склады и прекратить его распространение. В настоящее время пожар локализован. На месте происшествия работали 33 человека личного состава и 13 единиц техники. Погибших и пострадавших нет. После обрушения моста на трассе Осиновка-Рудная пристани, последовавшего ДТП с двумя жертвами, внимание общественности Приморья приковано к состоянию мостовых переходов региона. Напомним, приморцы собирают подписи под петиции с призывом об открытом расследовании причин обрушения моста, в результате которого погибла девушка с ребенком. Накануне обследование технического состояния провели на Рудневском мосту во Владивостоке. Специалисты компании «Дормостпроект» установили, что при соблюдении правил дорожного движения и установленных ограничений, о которых информируют знаки перед въездом на путепровод, движение по мосту не вызывает опасений. Обратим внимание на то, что на Рудневском мосту разрешено движение легкового автомобильного транспорта высотой до 3,5 метров. Проезд для большегрузного транспорта запрещен. Об этом информируют дорожные знаки, установленные на подъездах к путепроводу. На мосту и в подмостовом пространстве в этом году был выполнен ряд ремонтных работ. В подмостовом пространстве был возведен бетонный конус моста и выполнена отсыпка скальным грунтом. На подходе к путепроводу со стороны улицы Боляева отремонтирована система ливневой канализации. Летом бригады рабочих выполнили аварийно-восстановительный ремонт покрытия проезжей части. Сейчас специалисты ведут проработку технического задания для разработки проектно-сметной документации на строительство нового путепровода. Планируется, что путепровод через улицу Снеговую будет двухполосным и построен параллельно существующему мосту. После завершения строительства нового путепровода старый будет закрыт на реконструкцию. После завершения всех этапов работ Владивосток получит четырехполосное мостовое сооружение. Саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии стартовал во Владивостоке. Он продлится до 1 ноября. Глава региона Олег Кожемяка предложил создать межрегиональные центры торговли со странами Северо-Восточной Азии и разработать новые транспортные линии морского и авиасообщений. Об этом он заявил на пленарном заседании саммита. Тему продолжит моя коллега Светлана Садовая. Приморский край, южно-корейская провинция Кангвон, китайская провинция Дзилинь, японская префектура Тотари и центральный Аймак Монголии. 23-й саммит по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии стартовал во Владивостоке. Тема форума в этом году – особые экономические зоны, новые возможности всеобщего процветания регионов Северо-Восточной Азии. В рамках сотрудничества с Китайским советом по взаимодействию международной торговли создали механизм для продвижения российской продукции на территории Китая. В этих целях в приграничных городах провинции Холунзиан и Дзилинь созданы постоянно действующие центры российских товаров. Глава Приморья Олег Кожемяка принял участие в пленарном заседании и предложил создать межрегиональные центры торговли со странами Северо-Восточной Азии и разработать новые транспортные линии авиа- и морского сообщения. Олег Кожемяка подчеркнул, что за последние годы страны СВА стали передовыми участниками в мировой экономике и внешней торговле. Поэтому сотрудничество с ними является перспективным для Приморья. С 1 августа 2017 года действует закон о введении совершенно нового для России механизма электронной визы на территории свободного порта Владивостока, которую можно оформить совершенно бесплатно через интернет. Напомню, электронными визами могут воспользоваться граждане 18 стран, в том числе Японии и Китая. Граждане Монголии и Республики Кореи могут посещать Россию без визы. Итоговые положения саммита найдут свое отражение в совместной декларации, которая подписывается главами регионов участников саммита ежегодно. Мы ставим перед собой цель поставить электростанции высокой мощности для экспорта энергии, производить синтезированный природный газ высокого качества для обеспечения потребностей крупных городов, опираясь на минеральные ресурсы и группы угольных месторождений. Между регионами участниками саммита, помимо деловых, налажены туристические и культурные связи. Так, например, в последние годы Приморье стало очень популярным туристическим маршрутом у жителей азиатских стран. Только в прошлом году край посетили свыше 650 тысяч иностранных туристов. Олег Кожемяка призвал участников саммита не останавливаться на достигнутом и внес несколько предложений, чтобы укрепить сотрудничество. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года с перспективой до 2035 года должны разработать не чиновники в московских кабинетах, а сами дальневосточники, заявил полпредпрезидента в ДВФО Юрий Труднев. Он отметил, что обсуждение нацпрограммы пройдет в три этапа, первый из которых включит в сбор предложений от всех жителей Дальнего Востока. Для сбора идей и предложений создадут специальный сайт. В середине ноября Минвостокразвития должно прийти ко мне с предложениями по организации этой работы. Она будет во многом основана на использовании электронных сервисов, чтобы люди не ходили, не теряли время, чтобы был сайт, в котором они могли бы обратиться с просьбой, предложением и идеей. Его только предстоит разработать. Он должен быть удобен, прозрачен. В нем необходимо предусмотреть возможности для рейтингового голосования, сказал Труднев. Полпред выразил желание, чтобы в подготовке документа приняли участие все те жители Дальнего Востока, которым не безразлично будущее, не безразлично страна, которые верят в Россию. Он отметил, что программа не должна быть спущена сверху, а должна вырасти, начиная с уровня поселков, городов, краев. Напомним, Владимир Путин поручил правительству до 1 сентября 2019 года разработать национальную программу развития Дальнего Востока на период до 2025 года и на перспективу до 2035 года. Ответственными назначены премьер-министр Дмитрий Медведев, руководители высших исполнительных органов государственной власти регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа. Выставка произведений искусства стран Северо-Восточной Азии состоялась в парадном зале Приморской картинной галереи. Мероприятие проходит в рамках 23-го саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран СВА. На открытии побывал мой коллега Евгений Черомухин. Во Владивостоке стартовал саммит стран Северо-Восточной Азии. Событие, безусловно, значимое и влечет за собой большие перемены в политике и бизнесе Приморья. Однако любое крупное событие находит свое отражение и в культуре, в данном случае в изобразительном искусстве. Приморская государственная картинная галерея открыла на своих площадках 23-ю по счету выставку в рамках саммита СВА. Мы считаем, что это одна из важных составляющих, потому что понятно, что очень много событий происходит в политической сфере, в бизнес-сфере между нашими соседствующими региональными администрациями. Но при этом каждый из регионов, конечно, богат еще и культурой, которая развивается на этой территории. Приморский край оказался богатым на целых 15 живописных произведений. Этот проект, к слову, традиционно объединяет современных приморских художников разных поколений и разных творческих ипостасей. Выставки представлены в разных видах, жанрах искусства, в разных техниках. Здесь и живопись, и графика. Мы видим и скульптуру, мы видим пейзажи, портреты, натюрморты. Важно и то, что выставка позволит ценителям искусства из пяти стран и, собственно, Владивостока глубже и полнее открыть для себя изобразительное искусство дальневосточного региона. По крайней мере, в этом уверены организаторы экспозиции. Самое главное, что такая выставка, она дает возможность пообщаться, пообщаться художникам друг с другом. Во-первых, это и контакты, потому что присутствуют не только художники, но присутствуют и те, кто руководит культурой в той или иной префектуре, регионе. В самой выставке приняли участие десятки произведений изобразительного искусства мастеров из стран Азии. Кроме того, виртуозность и артистизм продемонстрировали в рамках выставки мастера каллиграфии, причем как корейской, так и русской. Одну из надписей сделали специально для Восьмого канала. Евгений Черемухин, Алексей Заровный. Новости на Восьмом. Морской музей может появиться в Приморье. Концепцию нового музея, идея которого уже много лет прорабатывается музейным сообществом, представили главе региона Олегу Кожемякину встрече, посвященной развитию музеев края. Морской музей, по идее инициаторов, смог бы объединить в своих стенах предметы культуры, связанные с историей судостроения, мореплавания и морских сражений, промыслов и наук о море, а также памятные вещи приморских моряков и их семей. Глава региона отметил, что идея создания подобного музея очень актуальна для края, ведь почти каждая приморская семья неразрывно связана с морем. Он подчеркнул, что такие проекты общественников власти региона поддержат с удовольствием на выставке из собрания музеев Московского Кремля «Карта России». Вехи истории, которые сейчас проходят в музее имени Владимира Арсеньева, Олег Кожемяка подчеркнул, что он готов поддерживать начинание по выстраиванию сотрудничества с ведущими музеями страны и открытию новых филиалов музеев Приморья. В столице Японии и Токио завершился 15-й международный кинорынок, приуроченный к 31-му международному токийскому кинофестивалю. В этом году кинорынок собрал рекордное число участников из 25 стран. Впервые на кинорынке был представлен локейшн-павильон, в котором были презентованы локации и возможности для киносъемок трех стран – Мальты, Косово и России, а именно Приморского края. К павильону кинокомиссии Приморского края проявили большой интерес не только японские кинематографисты, но и представители других азиатских стран – Тайваня, Китая, Вьетнама, Южной Кореи и Сингапура. Представители азиатской киноиндустрии привлекает европейская архитектура, а также российская природа. Приморский край имеет и то, и другое, и, находясь в непосредственной близости от Японии, может стать перспективной съемочной площадкой для японских проектов. В планах у экспертов региона создать своеобразный кинохаб, который объединил бы российские и азиатские кинокомпании для съемок на территории Приморья. Ежегодно в Приморье снимается несколько азиатских фильмов. В этом году во Владивостоке прошли съемки музыкального видео, популярной в Японии группы NGT48. Клип на новой сингл-группу уже месяц занимает первые места в музыкальных чартах Японии. Две версии клипа посмотрело в общем более одного миллиона человек. Сейчас уйдем на короткую рекламу, после которой «Мы выбираем жизнь». Семейный праздник, посвященный Всемирному дню борьбы с мусультом, прошел во Владивостоке. Команда «Добра» приморцев приглашает пробежать ради здоровья детей. Кулинария, декорирование, живопись, изготовление букетов из продуктов. Как проходят занятия в рамках социального проекта «Мы вместе». Спонсор новостей – травмпункт медицинского центра «САНОС». Экстренная плановая помощь при любых видах травм. Передовые технологии и современные методы диагностики для вашего здоровья. Телефон 260-60-40. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Это то, что вы искали. Оказание экстренной помощи без очередей и записи при любых видах травм. Современный цифровой рентген поможет выявить даже сложные диагностируемые повреждения. Травмпункт медицинского центра «САНОС». Мы заботимся о вашем здоровье. Сегодня с вами я, Анна Бережная, и мы продолжаем. Мы выбираем жизнь. Семейный праздник, посвященный Всемирному дню борьбы с инсультом, прошел во Владивостоке. Команда «Добра» приморцев приглашает пробежать ради здоровья детей. Кулинария, декорирование, живопись, изготовление букетов из продуктов. Как проходят занятия в рамках социального проекта «Мы вместе». Встречу с руководством и коллективом компании «Влад Хлеб», крупнейшим производителем хлебобулочной продукции региона, провел глава региона Олег Кожемяка. Он не только обсудил с сотрудниками компании вопросы работы предприятия, но и попробовал себя в роли хлебопека и кондитера. Подробности в следующем материале. Печь хлеб – занятие истинно мужское, считает глава региона Олег Кожемяка. И тут же подтверждает свое мнение на практике. Визит на одно из самых крупных хлебобулочных предприятий для руководителя края начался с выпечки ржаной буханки. Экскурсия по цехам «Влад Хлеба» – приятные воспоминания, говорит Олег Кожемяка. В студенчестве сам здесь подрабатывал, занимался приемкой хлеба. Но попробовать себя в роли хлебопека и кондитера – не главная цель визита. Сегодня необходимо понять, каким образом можно удешевить социальные продукты для населения. Предприятие – это передовое на протяжении, наверное, всей истории Приморского края, Владивостока. Поэтому здесь сохранены лучшие традиции. Мастера, производственники, школа здесь самая лучшая. Мы видим, что предприятие обновляет в том числе и оборудование, стремится за современными трендами, те, которые сегодня позволяют быть конкурентоспособными на внутреннем рынке, и в том числе даже продвигает свою продукцию за рубеж. Но, безусловно, и власть должна учитывать то, что таким предприятием, социально значимым предприятием, которое занимается выпечкой основного продукта, который употребляют все жители, здесь, конечно, нужна и помощь, и поддержка. По результатам визита фирменной магазин «Влад Хлеба» вердикт – руководителя края дорого. Сегодня проблема высоких цен на продукты является одной из главных в работе Олега Кожемяка. Как считает глава региона, пока не будет закрыт вопрос с возможностью прокормить свою семью, у людей не будет желания смотреть на масштабные региональные проекты и перспективы развития Приморья. После посещения цехов Олег Кожемяка провел встречу с сотрудниками компании. Единоключение – работаем с городом. Они уже приходят и к нам на совещание, и мы задачи ставим, помогаем, и будем вместе выправлять эту ситуацию. Не город, не право, не влево, не влево, не влево. И мы со своей стороны еще можем помогать, потому что без этого просто нельзя. То есть это краевой центр, это столица наша. И вот это разделение власти на краевую, городскую, надо всегда напоминать фигмофонию. Это не мой участок. Когда человек, у которого живет в Барик, какая разница, чья это дорога? Краевая, там пища стоит. Отлично, у нас не стоит пища, дорога плохая, разбитая. Всю власть в этом, как говорится, обвиняет. Затронули и обычные бытовые вопросы. Молодежь интересовалась доступной ипотекой, руководство Влад Хлеба, субсидиями и госзакупками. На встрече Олег Кожемяка подчеркнул, предприятиям, которые занимаются выпечкой хлеба, нужна поддержка и выстроенная политика. И тогда и жители края, и социальные учреждения будут получать качественную и доступную по цене продукцию. Светлана Садовая, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Приморцев приглашают пробежать ради здоровья детей. Благотворительный забег в День народного единства 4 ноября организуют фонд «Фладмама», беговой клуб «Ран ДНСРАН», а также недавно созданное общественное движение «Команда Приморья», объединившее неравнодушных жителей края. Идею поддержал глава Приморья Олег Кожемяк и решил присоединиться к бегунам. Стартовый городок откроется по адресу улица Набережная 7 возле водной станции ТОВ в 9 часов утра. Старт забега в 10 часов. Участники благотворительного забега «Команда Добра» добегут до спортивного комплекса «Олимпиец» и вернутся обратно к точке старта. На финише всех участников будут ждать памятные медали. К участию приглашаются все, кто хочет внести вклад в благое дело, поддержать больных детей. Участие в забеге бесплатное. Каждый может внести добровольные пожертвования. Специальную коробку для них установят в точке старта. Все собранные средства передадут фонду «Владмама». Серия бесплатных мастер-классов по кулинарии, декорированию, живописи и изготовлению букетов из продуктов продолжается во Владивостоке. Участие в них принимают люди с ограниченными возможностями и все желающие. Проходят познавательные занятия в рамках социального проекта «Мы вместе». На мастер-классе по приготовлению стейков побывал мой коллега Дмитрий Беломеснов. Чем чаще мы его переворачиваем, тем равномерно он прогревается, тем лучше для вашего вкусного мяса. Узнать способ приготовления стейка с триплоин, поговорить о мясе, задать вопросы кулинарному шефу. На мастер-классе собрались люди с ограниченными возможностями здоровья и все желающие. Такой способ общения стал возможен благодаря социальному проекту «Мы вместе». Проект направлен на формирование позитивного отношения общества к инвалидам и проблемам, связанным с инвалидностью, на устранение разобщенности инвалидов и граждан, не имеющих инвалидности. Это основное направление данного проекта. Поэтому в рамках него проводятся инклюзивные мастер-классы, то есть это совместные мастер-классы. Впереди планируются еще экскурсии для жителей города. Делился секретами кулинарного мастерства бренд-шеф Семен Терентьев. Он рассказал и показал, как правильно подготовить мясо, поговорил о степенях прожарки. Также приготовил свой сочный стейк. Смотрите, сейчас оно сочится. После того, как оно полежит, отдохнет, оно у вас будет такое гладенькое, ровненькое на срезе. То есть сока не будет на срезе. Сок распределится полностью по всем тканям. Участникам мастер-класса нужно было повторить блюдо шефа. И пока они с увлечением готовили мясо, Семен рассказал нам секрет приготовления вкусного стейка. Секрет приготовления хорошего вкусного стейка, естественно, в первую очередь сырье. То есть это 60-70% успеха. Ну и немножко умения и сноровки. Также участники мастер-класса узнали рецепт фирменного соуса «Пять перцев» и приготовили гарнир к своим стейкам. В процессе готовки делились впечатлениями как от самого мастер-класса, так и от проекта «Мы вместе». Очень полезно, потому что кроме информации новой все равно проходит общение. В течение этого часа, двух мы общаемся. И люди задают разные вопросы, которые даже иногда не касаются мастер-класса самого, а вот просто проходит общение, которого нет на улице, когда в повседневной жизни мы все бежим, торопимся, заняты своими делами. Я достаточно взрослая женщина, но, честно признаться, стейки не готовила никогда. Удалось попасть на мастер-класс. Я первый раз готовила в тех условиях, которые вот здесь предлагаются. Дома ты совершенно не той, и никакого тебе градусника, и никакой тебе там индикаторной печки нет. Все на глаз, на ощупь, на запах, без термометра. В завершении урока все участники смогли насладиться своими стейками. Отметим, благодаря обширной программе далее участники познакомятся с фьюзингом и карвингом, приготовят брауни и тирамису, узнают секреты кофеварения и изготовления сладких букетов. Теплая атмосфера, погружение в творчество, яркие впечатления и положительные эмоции гарантированы всем участникам мастер-класса, уверяют организаторы. Участие в мероприятиях бесплатное. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Мы выбираем жизнь. Большой семейный праздник, посвященный Всемирному дню борьбы с инсультом, прошел во Владивостоке в торговом комплексе «Дружба». Организатор мероприятия, благотворительный фонд «Инсульту.нет» постарался устроить программу так, чтобы она была интересна и полезна всем. Ординаторы Тихоокеанского государственного медицинского университета, будущие врачи-терапевты консультировали всех желающих по вопросам профилактики инсульта. А волонтеры-медики, студенты ДВФУ и медицинского колледжа раздали почти 5000 памяток и листовок. О том, как правильно действовать в экстренной ситуации, гостям рассказал президент благотворительного фонда «Инсульту.нет» заведующий неврологическим отделением Краевой клинической больницы номер один Дмитрий Хан. Для детей организовали командный конкурс. Состоялось также подведение итогов конкурса рисунков здоровья глазами наших детей и молодежи. Мероприятие завершили показом нового видеоролика «Удар», работа над которым длилась 9 месяцев. Есть 4,5 часа, чтобы помочь пациенту в случае инсульта. Именно в этот короткий период важна помощь. Только в этом случае можно избежать дальнейшей инвалидизации, отмечают специалисты. «Удар» – простая методика раннего распознавания инсульта, которую Дмитрий Хан пропагандирует уже несколько лет. За три года методика из Владивостока распространилась по всей стране. Группа «Ноты Сингл Брейк» выступила во Владивостоке. Это не первое выступление московских музыкантов в Приморской столице. Их первый тур по странам Азиатско-Тихоокеанского региона состоялся весной этого года. В новое путешествие признались музыканты. Их побудил отправиться не только очередной тур, но и неповторимая атмосфера Владивостока. Подробности в следующем материале. Владивосток нередко становится площадкой для выступлений известных музыкальных коллективов. И не только из-за рубежа, и не только в рамках музыкальных фестивалей. В минувшие выходные москвичи из группы «Ноты Сингл Брейк» уже во второй раз посетили Приморскую столицу. Первый был весной. Тогда же ребята отправились в дебютный тур по странам Северо-Восточной Азии. И, конечно, побывали в гостях у «Восьмого канала» в передаче «Время говорить». К осени парни прокачали свои песни и добавили в них больше драйва. И, конечно, отправились в новый тур. А перевалочным пунктом снова стал Владивосток. Мне кажется, что формулировка «перевалочный пункт», которую я сам сказал, она может быть немножко обидна для жителей Владивостока. Но это в хорошем смысле. То есть мы могли бы без проблем полететь сразу в Китай. Но то есть билет не стоит дороже в Пекин, чем он стоит в Владивосток. Просто нам нравится здесь, нам нравится последний раз пообщаться с русскими людьми перед тем, как уехать на две недели в Китай. За время своего существования, а это чуть меньше десяти лет, группа выпустила несколько альбомов, записала немало музыкальных клипов. И грядущий тур, уверены парни, не станет последним поводом посетить Приморскую столицу. Музыканты уверены, что Владивосток обладает неповторимым колоритом. И это связано не только с его архитектурой, историей и географическим положением. Сами люди, говорят москвичи, заряжают их мотивацией и успокаивают им нервы перед грядущими концертами в Азии. Город нам очень сильно понравился. С первого раза очень хорошие люди, очень хорошая атмосфера. Не то, что у нас в Москве люди больше слушают рэп, а во Владивостоке все-таки как-то еще сохранилось такое желание слушать рок-музыку. Евгений Черюмухин, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом. Разгадать тайны морских чудовищ приглашает Приморский океанариум 3 ноября. Главными героями интерактивной программы в честь праздника Хэллоуин станут подводные обитатели, которые получили самую зловещую репутацию благодаря мифам, легендам или реальным событиям. Гости океанариума станут участниками страшного квеста. Вместе с жуткими подводными обитателями приоткроют тайны мирового океана, услышат наводящий ужас истории про кровавые приливы и гигантских осьминогов и ведьмины косы, которые утаскивают на дно корабли. И смогут определить, что в этих историях правда, а что вымысел. По словам специалистов океанариума, программа рассчитана на любой возраст и особенно интересно будет проходить квест всей семьей. Для того, чтобы пройти интерактивный маршрут, участникам выделят один час. За это время предстоит пройти шесть станций, опуститься на морское дно, разгадать невидимые невооруженным глазом тайны микромира, найти выход из лабиринта подводного леса, сразиться с морскими чудовищами, убежать от пиратов Амазонки и попасть в бездну с парящими под водой скатами. Чтобы стать участником Дня морских чудовищ, достаточно оплатить вход в океанариум. Начало программы в 12.00. И к новостям спорта. Футбольный клуб «Луч» подвел итоги первого круга чемпионата. Хоккеисты-адмиралы отправились на долгую выездную серию. Во Владивостоке началась подготовка к ледовому полумарафону. Подробнее об этом Максим Яковлев. Футбольный клуб «Луч» завершил первый круг чемпионата ФНЛ матчем с воронежским «Факелом». Приморцы играли в гостях. В начале встречи более активным был именно Владивостокский клуб. Несколько опасных атак едва не завершились взятием ворот. Но оборона и голки перхозяев были на месте. К середине тайма «Факел» смог ответить не менее смелыми подходами к воротам соперника. В один из них воронежцы смогли заработать пенальти. 11-метровый удар почти отразил Котлеров, но, увы, мяч все же оказался в воротах. «Луч» смог отыграться сразу после перерыва. На 49-й минуте после подачи углового Иван Хлебородов головой переправил мяч в сетку. 1-1. Напряженная концовка могла вывести вперед и тех, и других, однако больше в матче никто не отличился. Ничья. Восьмая ничья на выезде. Упущенный момент был. В прошлом матче, да, «Спартаком-2» играли, на 90 пропустили. Ну, и здесь концовка немножко там нервная была, так в целом игрой удоволен. Наверное, все-таки ничья за крайне нервной результат. После первого круга «Луч» находится на 14-й строчке. Приморцы хоть и редко проигрывают, но и побед практически не видят. Почти половину всех игр за эти три месяца «Тигры» свели к ничейному результату. Следующий матч «Желто-синие» проведут 4-го ноября во Владивостоке против «Ротера». Хоккейный клуб «Адмирал» отправляется на долгий выезд. Около трех недель команда пробудет в поездках. Сначала «Приморцам» предстоит провести три игры в гостях у «Бориса» и «Авангарда». Затем в «КХЛ» наступит перерыв в связи с играми «Евротура», в которых участвует несколько команд лиги. В это время моряки проведут сборы в Подмосковье, а затем еще три выездные встречи. 12 ноября в «Череповце» с «Северсталью», 14 числа в Санкт-Петербурге с местным СКА и 16 ноября в Уфе с «Салаватом Юлаевым». Следующую домашнюю игру «Адмирала» болельщики смогут увидеть только 19 ноября. Напомню, «Приморский клуб» сейчас находится на предпоследней строчке в конференции «Восток». Моряки имеют в активе пока неутешительную статистику 5 побед и 18 поражений. Во Владивостоке началась подготовка к ледовому полумарафону «Владивосток Айс Ран». Организаторы гонки объявили о старте бесплатных подготовительных забегов. Каждую субботу желающие тренируются под контролем специалистов по бегу, выполняют специальные беговые упражнения и знакомятся с другими участниками предстоящего состязания. В рамках этих предварительных занятий участники будут преодолевать самые разные участки города. Узнать подробности о бесплатных тренировках можно по указанному телефону. Напомню, уже традиционный ледовый полумарафон пройдет во Владивостоке в феврале следующего года. Тысяча любителей бега встретятся на льду Японского моря, чтобы пробежать 5, 10 и 21 километр. Призовой фонд гонки составит 300 тысяч рублей. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом. И напоследок еще раз коротко об основных событиях во Владивостоке. САМИК по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран СВА стартовал во Владивостоке. Крупный пожар на складе стройматериалов в Китае-городе локализован. Его площадь составила тысячу квадратных метров. Обследование технического состояния Рудневского моста провели во Владивостоке. По словам специалистов, при соблюдении правил дорожного движения и установленных ограничений, движение по мосту не вызывает опасений. Мы выбираем жизнь. Семейный праздник, посвященный Всемирному дню борьбы с инсультом, прошел во Владивостоке. Морской музей может появиться в Приморье. Его концепцию представили главе региона. Кулинария, декорирование, живопись, изготовление букетов из продуктов. Серия бесплатных мастер-классов «Мы вместе» продолжается во Владивостоке. На сегодня это все. Есть что добавить? Заходите на страницы восьмого канала во всех социальных сетях или на наш официальный сайт. Там найдете все видеоматериалы, а также другую полезную информацию. Самые интересные события оставляйте на официальном сайте канала или присылайте по WhatsApp. Его номер вы увидите в конце выпуска. Телефон нашей редакции 249-88-12. Звоните, уже завтра вы можете стать авторами новостей. Хотите о чем-то рассказать городу, мы поможем. Восьмой канал, главное Владивосток. На большом семейном празднике «Мы выбираем жизнь», посвященном Всемирному дню борьбы с инсультом, который прошел во Владивостоке благотворительный фонд «Инсульту.нет» презентовал видеоролик «Удар», работа над которым длилась 9 месяцев. Активисты фонда провели несчетное количество лекций в школах, вузах и различных организациях. Новая творческая работа команды единомышленников направлена на распространение простой методики раннего распознавания инсульта. Музыкальный клип «Удар» прямо сейчас, без комментариев. Сразу после прогноз погоды с вами была я, Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Жизнь прекрасна, Жизнь чудесна, Жизнь безмерна, Интересна, В ней прекрасные мгновения, Детский смех и восхищение. Красота всего живого, Теплота родного крова, Свет волшебный глаз любимых, Радость встреч с людьми родными. Эй, постой, не уходи, Друг, ты нас послушай, Эти несколько минут Путь великодушен, Очень может быть, Как знать, может пригодиться, Знание, каким хотим С тобою поделиться. Если вдруг кому-то плохо стало, А ты рядом, Вдруг лицо перекосило, А рука ослабла. Если говорит, Как будто в рот набравший каши, Ты запомни тест удар, Он инсульт покажет. Улыбка, Движение, Артикуляция, Решение, Инсульта, Идентификация. Важно знать, Что лишь всего четыре с половиной, Есть часа у нас на всё, Звони сто три с мобильного. Звони сто три с мобильного. Жизнь прекрасна, Жизнь чудесна, Жизнь безмерна, Интересна. В ней прекрасные мгновенья, Детский смех и восхищенье. Красота всего живого, Теплота родного крова, Свет волшебный глаз любимых, Радость встреч с людьми родными. Эта информация спасти поможет многих, Передай другому, Расскажи подруге, Расскажи коллеге, Он расскажет маме, Это может жизнь спасти многих тех, Кто с нами. Улыбка, Движение, Артикуляция, Решение, Инсульта, Идентификация. Жизнь прекрасна, Жизнь чудесна, Жизнь безмерна, Интересна. В ней прекрасные мгновенья, Детский смех и восхищенье. Красота всего живого, Теплота родного крова, Свет волшебный глаз любимых, Радость встреч с людьми родными. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова